Ситуация в том, что отечество в опасности. Отечество сейчас находится в том состоянии, когда еще немного, и нас просто не станет. И мародеры, которые занимаются, называют себя правительствами, я не понимаю, какая разница. Это очень бежит, где-то человек, и он там большой опыт. В правительстве есть и лучшие люди. Мне объясните, например, чем лучше Патрушев с Крым? Вот два министра. Какая разница? Все есть все равно, то есть вот там просто крыша по крошке, то есть все. А на самом деле идеология одна и та же. Убийство сельского хозяйства, эфир. И я вот, Неченка будет выступать, я всем сейчас два дня цитирую его смс, который он написал. Я прям дословно его прочту. Он написал так, привет, вернуться с Урала. Картошка по 650, зерно по 6,60. С такими ценами, я просто немножко исправил, хрен в рай попадешь. Значит, он подробнее все. Действительно, сколько угодно рассказываете о том, что вы великие какие-то, но, слушайте, я почитал майский указ президента. Там же написано, что будет бороться с бедростью. Это что, правительство, повысив пенсионный возраст, увеличив налог НДС, и просто налог все платят, увеличив тарифы на электричество, на газ, на салют, вы знаете, что происходит, да? Оно же как в бедности что-то борется? Слушайте, мы что, идиоты, что-то вообще не понимаем, что делает правительство? Это что, значит, собрать деньги со всех и отправить 20 миллиардов в Египет на строительство атомной электростанции? Это что, подход, скажем так, патриотический, что ли, по отношению к России? Вы что, не понимаете, что на самом деле мы находимся в ситуации, когда мародеры и манипуляторы захватили власть и манипулируют нами? Ну, а вот и все. А мы с вами судим, а у кого там больше шансов? У партии роста, у партии дела? Слушайте, ни у кого в этой политической системе шансов нет. Вам что, не видно? Приморье, фрага. Поэтому, как заниматься, другая там, детскими шалостями, надо помять, что мы сейчас, если не объединиться по одной платформе, мы так или как угодно можем дергаться, но на самом деле, если мы не объединиться, все, страны скоро не станут. Потому что власть ведет нас туда, когда вообще не понимает, куда она вообще идет, что она делает. Потому что если возьмешь один документ, он не совпадает с другим. Я сюда приехал, я с утра работаю директором соотношения, приходил начальник управляющих компаний. Ты знаешь, что в Московской области с 1 января тариф на выбор с мусора увеличивается с 400 рублей на 870. Народ об этом еще не знает. А что мы напечатали, что в ноябре, скорее всего, будет повышение цен на хлеб. А что об этом народ знает? Да. А что на самом деле происходит с предприятиями, когда я сейчас, у меня там, большой коллективный арендатор, который работает рядом с моим предприятием, все приходят, говорят, слушайте, мы не можем, мы закрываем. Малый бизнес вообще вставят, паркеров, кто может сколько угодно рассказывать о своих программах, все, во смысл, что никто вообще. Партия Дела когда-то разработала прекрасное брошо, я помню ее. Она была, после выхода с кризиса, она была взята и прям идти. И что, кто-нибудь услышал Партию Дела? Что, кто-нибудь услышал Партию Российской Федерации? Слушайте, они, вы тут слушайте, что говорит начальник, как председатель финансового комитета. Он говорит, к этой системе надо приделать здравый смысл, она немножко сколько денег не вливает, значит, она не работает. И после этого сразу говорит, отдавайки, мы всех самозанятых на сто процентов оштрафуем, если поймаем. Слушайте, они поймают кого угодно. А если не поймают, как вы знаете, а Детов этим хорошо занимается, они причнут дело какое-нибудь, а потом штраф. А потом возьмите ее, уничтожьте последнее. Это уже происходит везде. И мы с вами можем кто угодно тут дебатировать на тему, слушайте, вот стала лучше власть, какая она стала лучше. Она вообще никакая. Потому что самое большое разочарование, я об этом говорю, это назначение этого правительства, этого премьер-министра, который вообще ничего не делает. А мы с вами сказали, что это как мародюра нашу страну разворовывала. И кто-то бы был жить не пятикомнатой, а пятиэтажную квартиру, а мы радуемся, смотри, что сейчас солярка и бензин подорожает. Она говорит, ей нужно еще одну квартиру, наверное, где-то надо. Поэтому надо срочно, чтобы она в этом возникла. Ну да, Коммуническая партия Российской Федерации подвергается всеми критики. Я понимаю, почему. Потому что это единственная политическая сила, которая реально, не на словах, а на деле, является оппозицией. Потому что МДПРовцы, СССР, партия Российской Федерации, они не обладают, скажем так, идеологией такого типа. Идеология одна. Надо, в конце концов, поддерживать производство собственное. Надо, в конце концов, делать, чтобы человек труда был реальным хозяином и реально получал доходы от своего труда. Надо поддерживать производство отечественное. Потому что, сколько бы ни привела партия Ростов и партия Дела, в таких экономических условиях, когда мы некомкурентоспособны в принципе, мы некомкурентоспособны, мы не можем так развиваться. Поэтому, слушайте, давайте объединяться. Под флагом, под красным давайте, я не знаю, под каким. Под красным, белым, синим. Под каким угодно. Давайте объединяться. Потому что иначе мы потеряем нашу страночку. Вот я так говорю. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...